ГАДАНИЕ НА УРОЖАЙ Каждый год на пороге лета, когда зазеленеют поля, крестьяне выходили осмотреть их и погадать, каким будет урожай, будет ли хлеб на зиму. Обычно гадание происходило после Пасхи, в канун Георгиева дня. В Смядовском крае этот обычай исполняли замужние женщины и девушки, так как женщина подобна земле, она щедра и плодовита. Они собирались рано утром, проходя от дома к дому, затем отправлялись в поле с песней. С группой женщин шел и гадатель, пожилой мужчина, который умел читать знаки природы. Когда они приходили в поле, старик снимал свою абу, верхнюю одежду из грубой шерсти, и смотрел через ее рукав. Чем больше ростков пшеницы было видно сквозь рукав, тем богаче будет урожай хлеба. Смотрел сквозь рукав гадатель и предсказывал. Вижу, вижу. Не три ростка там, больше вижу. Но считать не буду. Будет урожай богатым. Затем группа отправлялась на другой конец поля, а старик звал к себе молодых девушек, чтобы посмотрели ей они сквозь рукав и научились распознавать, как растет пшеница. Вы все молодые, да помните, да знаете. В конце обхода женщины закапывали в землю красное крашеное яйцо, оставшееся от пасхи, чтобы предохраняло оно поля от буря и градобития. И так как все уже устали и проголодались, вынимали из сумок принесенные с собой корова и хлеба и садились перекусить. Но сперва выражали свое почтение хлебу. Одна из более взрослых женщин наказывала какой-нибудь из девушек полить им воды, чтобы помыть руки. И учила молодых. Хлеб всему голова. Его берут только чистыми руками. Приступали к обеду с песней, а потом закручивали и хоровод, чтобы выразить свою радость и благодарность земле-кормильца. Затем гадатель наказывал, через какие другие поля надо пройти по дороге домой. И опять с песней все пускались в путь. Радостные, что и в этом году природа обещает крестьянам хорошие дни и полные амбары хлеба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok